утро добрые други мои продолжаем катать евро трек симулятор 2 версия 138 катаем по карте суровая россия сибирь редакция 8 поэтому и 138 так ну что у нас мы по пути по пути а и скажи я тоже скажу смедович да вот тут смедович хабаровск уже проехали нам осталось что-то около 30 километров так то в принципе недалеко тут еще осталось так у нас зил 5423 двигатель detroit 500 лошадиных сил 16 ступенчатая коробка zf работает с ним в паре и работает доложу я вам на ура так я немножко тут отдохнул не пошел я тут трапезничать ближние на ближнем да так ну что ж у меня все отлично все хорошо в визу дизельное топливо так сколько у нас там тон то дизельное топливо 23750 почти 24 тонны слушать серьезно так зилок пока справляется двигатель поставил хороший 500 сильный в предыдущей серии так а там намаялся я скатерпиллер у меня стоял 355 лошадиных сил я с ним намоялся это зараза 500 к был слушал прет вообще на ура так ну что мы будем делать в дорогу отправляться надо надо отправляться в дорогу так давайте все друзья ох вот я вот пропустил как-то их а надо было ехать сразу теперь целая колонна впереди меня будет тащиться он блять еще один до ну поедем аккуратно поедем не спеша по времени я нормально иду с хорошим запасом вот первая серия слушай было вообще капецом куча оговорок накосячил не туда повернул кувыркашки устроил то ой это ж батюшки ой кошмар какой а как вспомнишь так вздрогнешь как вздрогнешь так вспомнишь ай караул караул так ладно доставлю груз там с медовича пообедаю тем более там машину надо будет менять вернее и груз вместе с машиной я отдаю один груз один автомобиль куча модов есть у меня которые хочется покатать это в основном отечественная техника советского производства есть пара иномар которые тоже хочется покатать посмотреть в общем как говорится будем посмотреть следите за движением подписывайтесь на канал бейте в колокола чтобы в курсе выхода следующих новых видео чтобы в курсе новинок когда новинки когда новинки 보 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова местами прям цивилизация здесь вдоль дороги так и при этом местами будешь ехать ехать хрен знает сколько а все цивилизация не приходит и не приходит но это дальше был там такие расстояния тоже нескончаемая деревня все населенный пункт закончился что у нас какая скорость вне населенки так вот ограничение здесь нет 90 так чем это впереди разгоняемся давай давай пошел 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 все пошел в отрыв надо было сразу как загрузил игру пока тачек нету вот тут сейчас их нету а дальше поедешь если будешь скорость превышать появится и перед тобой машина будет это же не значит что на протяжении всего пути вот ты загрузил его и перед тобой машин нету вот они только сзади все сейчас это будет поеду до и ха 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 ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, знак позволяет влупить как следует, давай по педальке газа топни, коллега, чтоб так ушел от меня в отрыв Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ехать-то еще дофига Там было 98 километров, общее расстояние Две серии записал, каждая по часу Ну здесь скорость другая, я думаю здесь Да, мне тут хрен кого обогнать У меня не такой самолет Ну машина конечно достаточно мощная, достаточно быстрая у меня Но не настолько мощная и быстро, чтоб можно было Как говорится, в один клик обогнать Одну-две машины сразу Так, ну здесь пока ничего не происходит особо Проезжаем населенный пункт Пункт Ольгахта, по-моему как-то так Ага, вон Да? Ага, Ольгахта Ольгахта Или Ольгахта Ольгахта Ну как-то так Так, все та же дорога Потихоньку, потихоньку километраж уменьшается Этим едем, едем С Владика до Хабаровска ехал там Сплошь и рядом Населенные пункты Разные Да, тут уже Расстояние Серега решилась дать сделать уже Другое Расстояние Так, что мы там притормаживаем На кочках ямках тормозил что ли Расстояние 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 Что-то как-то спереди как-то смурнеет небо немножко. Неужели погода хочет портиться? Дымка какая-то вон спереди. Как будто либо дождь там идет, либо влажность повысилась. Сзади ничего не видно эти. А, прорисовка в зеркалах-то, я же уменьшил ее. Чтобы фпс не жрать. А то уж комп-то не такой мощный. Но когда покупал, нормально хватало. Но сейчас игры становятся тяжелее. Требования к ним. Все круче, круче, круче компы должна быть. Видюха должна быть. И оперативка помощнее. Так, что-то у нас 14 километров осталось. Так, ладно, пока паузу нажму. Все равно особо ничего не происходит. Определенно влажность повысилась. Быть дождю походу. Ну, будет так будет. Заодно проверим, как в этого мода дворники работают. Вот работа. А, начинаются капельки вон. Вон, видишь, на лобашике. Вот работа у дальнобойщиков, да? Слушай, едешь, едешь, едешь далеко-далеко. Там, да вот, определенно. Нельзя идти в дальнобой, если тебе не особо нужна эта профессия. О, нормально чистит, да? Ну, я же говорю, дождик будет. Влажность повысилась, дымка такая. На небе-то вроде туч-то нет. А влажность высокая. На улице духа тиша. У нас кондишен тут в кабинке работает. Нам пор как-то, пор. Нам как-то пор. Дождик усиливается, что ли, по-тиху. Пассажирский. Во Владик. Или в Хабаровск. Интересно было прокатиться. Так. Пардон. Прям пассажирский за пассажирским. Дос Медович уже недалеко осталось. 7 км. Это серия третья получится короткой. Эта серия будет короткой. Следующая серия будет у меня с ЗИЛом 157. Так что смотрите. Я пока не решил, где я, какой груз, откуда, куда повезу. Где я окажусь. Нет, конечно, желания ехать по асфальтовой дороге на 157. Надо с ним ехать по каким-нибудь Дебрянским. Так, наверное, вольну я с Николаевска на Амуре. Оттуда, наверное, поеду. Там как раз такие дороги. Как раз для такой машины. Нет смысла вездеход катать по этим дорогам здесь. Сюда достаточно обычный КАМАЗ, скажем, полноприводный. Ну, на обычных шинах. На обычных шинах. С задней двухскатной шиновкой. Так, что, подъезжаем, что ли, к Смедовичу же? Прям грибной дождь какой-то, слушай, а? Туч-то на небе особо таких-то и не видать нифига. Смотри, он. Солнце светит, да? О, е-мое. Такая сцепочка такая, да? Ничего, так симпатично смотрится. Зелок такой, да? Да. Вообще, вот такой зелок по сходной цене, допустим. Сучка ты. Резко так остановился, блядь. Ну, давай, поехали, поехали. Что, обиделся, что ли? Так, а мне направо ведь надо было? Ты куда поехал-то, е-перни, твою театр? Так, подожди, а там нормально я приеду? Так, стой, 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 стой. Мне надо было направо. А, здесь поворот, что ли, будет? Или вот эта дорога? А меня навигация вела сюда. Ну, ладно, поехали здесь. Да-да-да, не та, да? Блин, слушай, тут такая дорога сейчас кошмар наводит. Вот. Ладно, поехали по этой дороге, хрен на нее. Да-да-да, эта дорога есть. Не та, которая была слева, там я говорил. А эта дорога, вот она. О, прям смотри, как успел, а. Видишь, что с дорогой-то вообще капец какой ужас. Тут быстрее уже не поедешь. Welcome to Smidovich. А, видишь, что? Ну да. Ни хрена себе. Ну, придется так тихонько ехать. Так, ну что ж, друзья. Заканчивается наш рейс. Можно, наверное, заключительное слово, так сказать, вставить по этому, по этому узелку. 54, 32, 23. Да, 54, 23. Точно? У меня память-то хорошая, только она хромает. 54, 23. Машина хороша, если на ней стоит хороший двигатель. Коробка хорошая должна быть, такая, чтобы и по скоростям нормально было, чтобы скорость была, хотя бы 90 легко грузовик держал, вот как на этой 16-й коробке. И чтобы на низах, на первой передаче была тяга хорошая. Вот это очень важно здесь на сыровке. И, как всегда, еще раз уточню, надо брать для суровой России максимально возможный, мощный двигатель для грузовика, который вы берете, и хорошую коробку передач. Ну, надо, как бы, еще баланс такой соблюдать. Вот если вы, смотря где вы, куда поедете, такую золотую середину трудно найти. Слишком тяговитая коробка, да? Она уменьшает скорость. Поэтому, ну, скажем, 16-я, 18-я коробка, здесь вообще идеал будет. Движок хороший, не меньше 400 лошадиных села, лучше 500. То есть, если есть 500-600, лучше брать самые мощные двигатели. С ним здесь на сыровке будет проще. Тут уже, как говорится, недособлюдение всех правил и недособлюдение, так сказать, исторической достоверности. Какие были, никаких не было двигателей. Ну, вот провели модернизацию этого грузовика в частном порядке, да, и поставили на него 500-сильный двигатель, коробку ЗТФ, мосты РАБА. Ну, и все. И с носом нет машины. Вот такой бутрачок бы я себе бы взял по реальной экономике, вот, начинать вот с чего-то, допустим, да, с приемлемой ценой, если. И хотя бы тот же самый, не здесь, не по сыровке, а именно вот по Европе, по России, именно с чего начинать, вот, с реальной экономикой. Дизель 355 лошадиных сил, этого, и 16-я коробка, этого вполне, вполне достаточно для нормальной работы, для начала. Хорошая машина. И мод сам по себе выполнен хорошо. нет каких-то таких полигонов неаккуратных, углы более-менее сделаны, да, вон, смотри, видишь, как ровненько все. Мне нравится, э-э-э, ровненько все. Мне нравится. Так, нам совсем немного осталось. Очень даже немного. Поглядим, поглядим. Так, ну что, брать мне Зилок-то? Нет, 157-й на следующую серию. А к этому времени мне в Смедович подгонят следующий мой трак после 157-го, который возьму. Там, по-моему, снова такой же Зил. Ну, может быть, там цифровой индекс, я не помню уже. Другой будет, но так. Мы уже, друг мой, не успели. Сейчас поезд пропустим. Ну, он идет. Дизель. Короткий составчик. Что за херня? А ну-ка. Что такое? Я с места двинуться не могу. Что за херня? А ну-ка, сейчас маленько назад сдвинулся. Что за фигня? Что за косяки? А, уткнулся в горку какую-то. Спасибо. О, погодка разошлась. Так, я по графику нормально. Очень хорошо иду. И, притом, заметьте, скорость особо-то я не превышал. Ровно ехал. Так. А, вот сюда. Все. Ага, вот вижу место наше. Все хорошо, отлично. Привезли топливо дизельное для магнита. Ну, видать, для магнитовских машин. Привезли топливо дизельное для магнитО. Привезли топливо дизельное для магнитO. А, вы видите. Все хорошо. Ну, видишь. Так, давай поаккуратнее, поровнее как-то, так, стоп-стоп-стоп-стоп. Так, не надо так круто заворачивать, так, хорошо, так, запирайте свой прицеп, превосходно, так, давай там, вау, 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 полетели, полетели там, да, гопоты не жалеешь уровней. Так, блин, что-то не хочется назад-то ехать, чтобы тут постоять, отдохнуть. Так... Или все-таки проехать сюда, на заправку... Давай, наверное, так я и сделаю. И там оставим машину. Вот все равно, все равно тут вставать негде. Так, поместились, поместились. Поехали на заправку, там встану. А, ты поворачиваешь... Капец, что-то дорога-то вообще ужас какой. Но я еще без прицепа иду, поэтому жестче намного. Капец вообще, ну и дорога. Все, все мозги себе вытрясешь, на хрен. Капец встану. Да нет, это вроде более-менее дорога тут местами-то. Но все равно ужасная. Да, тут правило надо такое, да, тоже работать надо должно тут. Выше скорость меньше, я вам так поехали-ка, мы сейчас налево на объездную. Пипец, весь мозг, блядь, вытрясет сейчас эта дорога. У вас уже у самих, наверное, башка закружилась. Вот та дорога, которая там впереди, вот направо там повернув, там нормальная. Ну а тут еще, ого-го. Если жалеть технику, тут вообще на первой передаче надо тащиться на понижайке. Здравствуйте. так сейчас право я же говорили здорово хорошее я очень хорошо помню поэтому здесь навигация то и идет так вот заправка тут на ней мы и остановимся и посмотрим что будем дальше делать куда отправлюсь к не знаю пока не знаю если относительно коротких грузов не будет отсюда тогда беру сто пятьдесят седьмой ставлю мод и куда-нибудь на сахалинский сахалин наверно туда блин я не знаю так давай-ка мы друг мой встанем кому где-нибудь здесь вот ну что ж друзья вот груз доставлен благополучно относительно до первой серии конечно я хорошо начудил вот здесь можно и покушать и отдохнуть и на чем-нибудь я отсюда свалю куда-нибудь либо мне сюда тракторезу другой либо и на 157 поеду где-нибудь куда-нибудь вот как-то так спасибо друзья за посмотра оставлять комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал бейте в колокол чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео с вами был олег драйвер пока пока увидимся до новых волнующих